Тебе нравится играть в машинки? Да, нравится. Какие тебе больше всего машины нравятся? Вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. Они все одинаковые эти машинки или все разные? Разные. Разные, да. Вот это бажаны, а вот это нет. Угу. Характеризуя ребенка, взрослые часто говорят, что он добрый. А что понимать под этими словами? Что он не жадный, делится игрушками, не обижает животных? Что такое доброта и зачем она нужна в жизни? Вряд ли Вова когда-нибудь задумывался над этими вопросами. Но это качество в его характере есть, и его невозможно не заметить. Он с добром принимает все, что происходит в этом мире. Он очень позитивно принимает все события в своей жизни, которые происходят. Очень положительно настроен к тому, что, к окружающим, и к самому себе в том числе. И ждет новых перемен с нетерпением каких-то в своей жизни и готов к этому. Перемены Вовиной жизни происходили несколько раз и, к сожалению, не позитивные. Мальчик остался сиротой, поменял несколько казенных учреждений. Все это не могло не сказаться на его развитии. Вова немного отстает от своих сверстников, в том числе и в разговорной речи. Интуитивно мальчик стремится это отставание наверстать, поэтому любые развивающие занятия ему в радость. Молодец. Вова всерьез озабочен познанием мира. Задает взрослым много вопросов. Мальчишка внимательно присматривается к людям, взрослым и ровесникам, как будто изучает их. К каждому он пытается найти оригинальный подход. Вова довольно уступчив, но легко может отстоять свое мнение и свое место. А ты в садик ходил с ребятами, в детский сад ходил? Да. Ходил? А там разве не учили буквы? Нет. А что учили в садике? Ничто. А что ты там делал в садике? Ничто. А фрукты, ты знаешь какие-нибудь фрукты? Никакие не знаешь? Совсем? Только яблоко знаю. Яблочко знаешь. А еще какой фрукт знаешь? Банан. Банан. Использовать ту открытость, которая у него есть, ту способность выживать в этом мире в каком-то сложном, может быть, и способность учиться всему новому. Я думаю, что это будет хорошо, если родители сейчас это используют и будут развивать его, учитывая это. Любимые занятия Вовы – сбор пазлов и конструирование. Пазлы мальчик предпочитает не очень сложные. Если собрать не удается долго, он, скорее всего, поменяет их на более простой вариант. Конструктор Лего занимает Вовина внимание целиком и в разных вариантах. Давай, усыпай. Я игрушки принес. Я знаю. Я сейчас. Эмоциональность свойственна большинству детей. Вова проявляет ее очень непосредственно, чем нередко удивляет взрослых. В нашем мире довольно сложно увидеть детей, которые способны проявить свои эмоции, такие, какие они есть. Радость, какую-то где-то печаль, где-то грусть, где-то сожаление. Вова это делает очень хорошо. Я думаю, что это хорошо для него, потому что таким образом он избавляется чаще всего от плохих каких-то внутренних своих состояний и способен вот так отреагировать на какие-то обстоятельства внешние. Семья Вове нужна, и он очень о ней мечтает. У него есть все шансы стать хорошим сыном. Только бы поскорее нашлись мама и папа, готовые подарить мальчику немного тепла и заботы. Давай, одной ручкой держись, как машинка ездит. Давай ножки так удобно тебе, чтобы было. Вот. Ой, Илюш, молодец большой. Маленького Илюшку мы не видели почти полтора года. За это время он поменял место жительства, переехал в другой дом ребенка. При нашей первой встрече малыш выглядел абсолютно безучастным ко всему. Он как будто переживал свое сиротство и совсем не хотел развиваться. Ребеночек был очень апатичным, у него не было интереса к окружающему совершенно. Он лежал в кроватке совершенно без эмоций. Из любимых кружек была только машинка, в которой он катал колесики. Он не умел ни переворачиваться, ни сидеть, ничего. На этот раз Илюша предстал перед нами совсем другим. Он не просто подрос. У него появились любимые игрушки, он научился переворачиваться, ползать. Малыш самостоятельно сидит, но главное, он стал опираться на ножки. У Илюши был врожденный дефект опорно-двигательной системы. Сотрудники дома ребенка вложили много сил в его лечение. После операции ребеночек у нас начал ходить. Ну, не совсем ходить, конечно, а вставать на ножки. Ему после операции накладывали лангетки, потом сейчас он у нас ходит в стутерах, если вы видели. И ребеночек не боится теперь вставать на ножки, так как ножки у него не болят, видимо. Илюша за этот год как будто отогрелся душой. Стал внимательным, научился доверять взрослым. Илья подражает их действиям, берет пирамидку, снимает колечки, играет кубиками, может что-то построить. Больше всего малыш любит машинку. Он нагружает в нее предметы и везет. Когда ребенок начинает двигаться, сразу интеллектуальное развитие сдвигается в лучшую сторону. Есть возможность доползти то, что тебе интересно, есть возможность взять то, что тебе нужно. Есть возможность оказаться в том месте, где тебе хочется. Он умеет ножками ходить. Молодец, Илюша. Идем, 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 идем. Идем, идем, идем. И сразу по рукам. Вот он ножками ходит. Молодец. Идем еще. Много Илюша идет, трудится. Интерес малыша к познанию нарастает. Как только Илюша научился ползать, он сразу же стал обследовать территорию. Где появилось что-то новое, что где стоит, ему непременно нужно все проверить. Ходунки дают возможность сделать это еще эффективнее. Специалисты говорят, что у Илюшки хорошие перспективы. И я думаю, что в перспективе дальше он сам будет самостоятельно ходить. У него есть ортопедическая обувь. И мальчик, конечно, при хорошем уходе, при значительных занятиях, ребенок должен воспрянуть. И он будет ходить. Будущее Илюши пока в руках судьбы. Как только мама и папа найдут его и заберут из дома ребенка, нити этой судьбы станут гораздо крепче. Родители научат малыша радоваться жизни и дадут заботу, то без чего не может расти ни один малыш. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин